Это проект Ставка. Я подполковник запаса Евгений Тишковец. Здравствуйте. Министерство обороны России приводит новые данные о ходе проведения специальной военной операции на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен пункт временной дислокации наемников так называемого Украинского иностранного легиона в Константиновке Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 250 иностранных боевиков, 7 единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей. В результате удара высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады терробороны ВСУ в населенном пункте Витова Черкасской области уничтожено до 60 боевиков, две боевые машины, реактивный систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия. В районе железнодорожной станции «Удачная» в ДНР ударом по месту разгрузки эшелонов военной техники уничтожено более 10 украинских установок реактивных систем залпового огня «Град», а также 8 единиц бронетанковой техники. Также в районе населенного пункта Новый Донбасс ДНР ударом реактивной артиллерии по полевому аэродрому ВСУ уничтожено два находившихся там украинских вертолета Ми-8, еще два вертолета получили значительное повреждение. В рамках контрбатарейной борьбы поражены две батареи реактивных систем залпового огня «Ураган», три взвода РСЗО «Град», 14 артиллерийских взводов «Гаубиц» «Гиацин-Б» и орудий «Д-30». Оперативно-тактической армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией поражены 14 пунктов управления, а также живая сила и военная техника ВСУ в 286 районах. Уничтожены самоходная огневая установка «Бук-М-1» в районе Краматорска ДНР, три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки Запорожской области. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Также перехвачены два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Стаханов Луганской Народной Республики. Вооруженные силы России нанесли несколько ракетных ударов по противнику в Харьковской области. Известно как минимум об одном прилете в районе Пятихаток в самом Харькове. Однако основной целью стали объекты в Чугуеве и его окрестностях, где украинские войска укрепляли позиции для нанесения ударов по освобожденным российскими войсками территориям. Через коридор Харьков-Чугуев-Барвенково украинское командование собиралось отправить один из нас батов на север ДНР в сторону Северска, где для гарнизона ВСУ складывается критическая ситуация. Помимо этого продолжилось подавление позиций ВСУ на всей линии соприкосновения на севере Харьковской области. Неожиданно пришло сообщение об открытии нового направления спецоперации на границе Глушковского района Курской области Сумской области. Стратегический замысел Минобороны пока не раскрывает. В славянской агломерации наши войска нанесли массированный удар по месту дислокации украинских формирований на одном из крупнейших на Украине и в мире заводов тяжелого машиностроения – Новокраматорском машиностроительном заводе. На северском участке продолжаются бои за контроль над Ивано-Даревкой. В окрестностях Северска украинские подразделения устанавливают минные заграждения. Артиллерийские расчеты ВСУ ведут огонь по районам Золотаревки, Верхнекаменки и Верхнекаменского. На Артемовском направлении вдоль всей линии соприкосновения идут активные бои. Наши войска штурмуют Новолуганское и Углегорскую ТЭС. Наконец удалось взять в полукольцо Авдеевку. Противник лишен возможности подвоза снабжения к северу от населенного пункта. Войска ДНР полностью перекрыли в двух местах дорогу из Авдеевки в Константиновку. Позиции украинских войск в Авдеевке и Маренке, откуда чаще всего обстреливают Донецк и другие населенные пункты ДНР, практически сутки находились под плотным огнем нашей артиллерии. На юго-западе от Донецка союзные войска штурмуют Угледар, Каменку и Новомихайловку. Потери украинских войск здесь очень высокие. В Ирсонской области украинское командование ведет подготовку к наступлению, наращивая группировку на линии соприкосновения. В ближайшие дни в Николаевскую область ожидается переброска танкового взвода, прошедшего ускоренное обучение на полигоне в окрестностях Кривого Рога. Под прикрытием ударов армейской авиации украинские боевики навели понтонную переправу через реку Ингулец в районе Архангельского. Российские силы нанесли массированные ракетные удары по позициям ВСУ в Николаеве. Известно о нескольких прилетах в общежитии в микрорайоне Соленые, где были дислоцированы украинские военнослужащие. Украинское оперативное командование ЮГ подтверждает удары по трем целям в Одессе. По данным местных источников, две ракеты попали в артиллерийский склад боеприпасов рядом с селом Беленькое, еще одна в МОЗ в Затоке через Днестровский лиман, который неоднократно становился целью российских атак. Ракетные артиллерийские средства большой дальности ВСУ, которые ведут огонь по городам Донбасса, стали приоритетными целями для российских военных. Такой приказ отдал генерал армии Сергей Шойгу в ходе поездки на Украину, где он проинспектировал группировку «Восток». Глава Минобороны России посетил командный пункт группировки и заслужил доклад генерал-лейтенанта Мурадова о текущей обстановке в зоне ответственности. Шойгу отметил значительное усиление ударных возможностей российских сил. Украинские военные формирования в последнее время значительно нарастили количество ударов ствольной и реактивной артиллерии по городам и населенным пунктам Донбасса. Кроме того, ВСУ намеренно ведут обстрел полей с пшеницей на освобожденной территории Запорожской и Херсонской областей, обвиняя в этом российских военных. На Украине уничтожена первая польская самоходная артиллерийская установка «Краб» калибра 155 мм. Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на украинские источники. Обстоятельства уничтожения не сообщаются. В конце мая этого года польское военное ведомство сообщило о решении передать Киеву 18 САО «Краб». Первые сообщения о доставке 10 самоходов на Украину появились 12-13 июля. Между тем, ситуация вокруг вооружения Украины становится все более сложной для европейцев. Как пишет издание Financial Times, уже сейчас Европа рискует оказаться неподготовленной к боевым столкновениям, поскольку запасы оружия подходят к концу. Европейским государствам так и не удалось найти для Украины большое количество обещанных танков, реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий. Практически все советское оружие, находившееся на складах государств Восточной Европы, было передано украинской армии. Немного осталось и нового западного оружия, особенно в странах Восточной и Южной Европы. Вооружение, которое передается Украине, часто уничтожается российскими ударами еще до того, как его удается применить в боевых действиях. Также выявлены факты продажи новых образцов вооружений российской стороне, причем делают это сами украинские военные. В свою очередь США пока не спешат выполнять обещания о поставке нового оружия европейским странам взамен советских запасов, отданных на Украину. Во вторник синоптическая карта большей части Украины будет представлена в Восточной периферии антициклона с центром над Карпатами. А это значит, что метеословия в зоне специальной военной операции будут благоприятствовать применению всех видов вооружения и военной техники. На освобожденных территориях Луганской, Донецкой народных республик, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях ожидается облачность 5-8 баллов, верхний, средний, отдельно кучевой, с нижней кромкой 1000-1500 метров, вверх 3-4 километра. Осадки маловероятны, видимость более 10 километров, ветер северо-западных румбов 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем 23-28 градусов июльского тепла, что почти укладывается в рамки климатической нормы. Геомагнитное поле неустойчивое, есть вероятность слабых магнитных бурь. Введение операции на юго-западном стратегическом направлении с применением группировок сухопотных войск по условиям гидрологического режима возможно без существенных ограничений. Пуски баллистических и крылатых ракет с подводных лодок в подводном положении по условиям волнения моря и ветра с акватории Черного моря возможны с вероятностью 0,99. Применение стратегической авиации с пусками крылатых ракет воздушного базирования и бомбометанием по целям большой протяженности порты, военно-морские базы, аэродромы, объекты экономики с применением достигнутой точности воздушной навигации от погодных условий не зависит. Введение стратегической воздушной разведки и стратосферы, и космической разведки с использованием оптико-электронных средств, а также обнаружение, распознавание и классификация цели ВСУ возможно в 93% случаев. Погодные условия наведения радиотехнической и радиолокационной стратегической воздушно-космической разведки не влияют. Подполковник Тишковец доклад окончил. Подписывайтесь, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Честь имею.